Князь Игорь принадлежит к, наверное, 10-12 самых популярных русских опер, как бы я сказал, золотой коллекции с 19 века. При том, что исполняется она не так часто даже в России, потому что это очень большое произведение, и оно требует огромного количества сил, участников, большого количества хора. И сделать ее не так часто удается, только большим оперным театром. В том числе в этой опере выведены два мира. Как бы мир княжества Игоря, и как бы мир славянский, и мир такой странный, восточный, ориентальный мир таких как бы варваров, которые называются половцы. Это мир варваров. И вот с ними ведет войну князь Игорь. Он объявляет войну половцам, ведет на них войска и терпит поурожение. И попадает в плен. Это все как бы в опере ориентируется на слово полку Игореве. Игорь успешно сбегает из половецкого плена, проводя там очень много времени, достаточно долгий период, и возвращается назад в свое княжество, находя его уже как бы разрушенным, после очередных набегов этих половцев, этих варваров, и пытается как бы найти себя в этом разрушенном мире, который он оставил какое-то время назад, найти себя, найти свое место. И люди пытаются как-то начать жить по-другому в новых обстоятельствах. И это будет контраст между двумя декорациями, потому что первый мир будет каменный, мощный, монументальный и закрытый. Это будет интерьер, внутри которого будет происходить очень много событий этой истории. Мы будем видеть, как этот интерьер, это огромный-огромный торжественный зал. Как этот интерьер будет меняться, в зависимости от того, как событие будет поступать. А второе пространство, это будет не закрытое, а наоборот, раскрытое, огромное бескрайнее пространство с открытым горизонтом, с огромным небом, полное какой-то такой витальной природной силы. Вот как бы так я хочу сказать. Огромное поле цветов. И оно будет носить характер даже некоторой нереальности, не буквального какого-то исторического места, а скорее место, которое бы Игорь вообразил бы себе как место невероятного какого-то утопического ощущения счастья и свободы. Вот я бы даже так сказал. Я чувствую в этом внутри какую-то своего рода даже миссию, что я как бы часть что важная часть моего проекта, это не моя работа и не постановка спектакля, не мое творчество, а некая попытка показать произведение. Вот. Быть неким медиатором. Я был бы счастлив, если публика уходила бы после Князя Игоря с двумя вещами. Первое, это конечно, чтобы была переоценена эта опера. То есть никак что-то неизвестное из Восточной Европы раритетное, малоисполняемое, странное русское. А как, в общем-то, действительно сильное грандиозное произведение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова